Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Можно ли сегодня в миру стать святым? Ну, знаете, не то, что можно, а нужно. Дело в том, что мы имеем заповедь от Господа очень конкретную. Будьте святы, потому что я свят. Так что не просто не оказаться хуже всех, наша задача, а оказаться в одном собрании со святыми, чтобы нам со всем упованием спели после завершения нашего земного пути. Со святыми упокой, рабатывая его, ни много ни мало. Значит, сегодня в миру, а где же мы все и живем, не только можно, но и нужно стремиться к святости. Ну, если вы спрашиваете о том, как быстро вас канонизируют, то здесь уже вопрос более растянут. Во времени, во-первых, надо, чтобы завершилась ваша земная, как минимум, дорога, очертя голову, нимбом живут только поврежденные психически и духовно люди, считая себя уже кем-то великим. Все праведники от века считали себя худшими грешниками, последними среди всех. Уж по какой-то таинственной и прекрасной духовной правде действительно были подлинно убеждены, что они хуже, они лучше, что все спасутся, а они погибнут. Делятся они, святые, с нами, своим этим духовным опытом. Так вот, в этой необходимости стать святым нам нужно понять, если можно так сказать, современные технологии, хай-тек, что-то такое обязательно новое, по-хорошему всегда новое, что поможет нам достигнуть этого результата. А тут ответ действительно прост. Это действие нашей Духовной Матери Церкви, то, что делает нас постепенно святыми, прежде всего, делая нас освященными. Поэтому путь наш к святости состоит через освященность, приносимую в нашу жизнь. Таинство Матери Церкви начинается наша с вами святость в купеле крещения, из которой мы выходим святее всех святых. Все грешиночки до последней омывают благодать Божия, когда мы рождаемся для жизни вечной, принимая крещение во имя Пресвятой Троицы в нашей православной Церкви. Ну, а дальше жизнь продолжается, но продолжается и попечение Церкви о нас. Согрешил, покайся, исповедь для того, чтобы вернуть тебе теряемую среди путей земных чистоту, вернуть тебе эту святость, которую ты теряешь среди забот, увлекаясь стихиями века сего. Однажды в год ты придешь пособороваться, а соборование, которое принимается в оставлении забытых и незамеченных за собой грехов, и в исцелении души и тела, можно сказать, обновляется чистота твоего состояния, которое было еще при крещении. Потому что даже забытые грехи, а учитывая, что мы искренникаемся на исповеди в тех грехах, которые за собой помним, прощает Господь, сообщая нам действительные свойства святости. Ну и, наконец, мы, возможно, чаще призваны приступать к животворящему телу и крови Господней, которые делают нас общниками самого тела Христова. Преподобный Симеон Новый Богослов после причастия говорил, я не знаю, что делать мне с этими моими членами тела, небесными, святыми и сияющими. Он сознавал себя через приобщение святых христовых тайн, ощущал себя действительно в единстве с самим Господом. Это ли не сегодняшний путь к совершенной святости, которую призывает нас Господь? Ты задумал жениться? Доброе дело, если по-доброму будет исполнено. Избери единомысленную, и пускай таинство венчания привнесет в ваш союз святость. Ибо о вас, говорит тогда апостол Павел, брак свят, супружеское ложе венчанных супругов непорочно. Вот тебе и святость, при том, что самой штюнина есть мир. И так с Матерью Церковью, с ее освящающими и преображающими нас таинствами, мы и в современной мирской жизни можем исполнить это Богом данное предназначение, всегда возвращая себе теряемую было и, то и дело, колеблемую соблазнами, страстями, грехами нашими, и чистоту, и быть и остаться для Господа своим, а значит святым. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok